Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас уже воскресенье, 29 октября 2023 года. А новости у нас будут следующие. Ядерный реактор в Саласпилсе уже три года как должен быть ликвидирован. Но он еще на месте. Почему? Давайте разбираться. И почему его ликвидировать? И почему он еще на месте? Из-за задержки в проведении работ по изучению ядерного реактора в Саласпилсе. Они снова продлены на 10 месяцев. Согласно информации на сайте Бюро по надзору за закупками. Эти работы необходимы для определения объема радиоактивных отходов. Которые возникнут в процессе ликвидации и демонтажа реактора. Я немножко остановлюсь, друзья, точечку поставлю. Вы не ослышались. Речь идет про ядерный реактор. Задержка связана с тем, что к выполнению этих работ привлечен субподрядчик, зарегистрированный в Украине. Где, как известно, ведутся военные действия. В целом, срок выполнения договора будет продлен на 14 месяцев. Так как в прошлом году его уже продлевали на 4 месяца. Договор на изучение реактора и разработку проекта по его ликвидации, демонтажу и авторскому надзору Латвийский Центр окружающей среды, геологии и метеорологии, заключил с СИА РЕМПРО в мае 2021 года. Работы планировалось выполнить за 2 года. Как сообщалось, государственный контроль, проведя финансовую ревизию в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития, ВАРАМ, выявил нецелевое расходование финансирования на ликвидацию ядерного реактора в САЛОСБИЛСЕ. Остановлюсь, друзья. А где у нас целевое расходование, интересно? В каких сферах у нас все хорошо, друзья? Что деньги идут по назначению? У нас везде, друзья, кругом. Вот поэтому мы отстаем от всех. Я не хотел комментировать, но не могу, друзья. Я не могу выдержать. Ядерный реактор достался еще от Советского Союза. Нате, пользуйтесь. И так далее и тому подобное. Вы поняли, друзья, да, о чем речь? Нет, нам ничего не надо. Да? Будем все закупать по биржевым ценам и так далее. Понятно. Продолжаем дальше, друзья. Госконтроль пришел к выводам, что доступное в 2020 году варом финансирование в размере 4,4 миллиона 599 тысяч, одним словом, друзья. Там нет целых, не целых. Для проведения мероприятий по ликвидации Салонспилского ядерного реактора, в том числе для хранилища радиоактивных отходов, радон, не было потрачено, соответственно, цели. Представляете, друзья? А также не было обеспечено руководство этими мероприятиями, соответственно, хорошей практики руководства проектами. Вот вам выделили деньги, давайте, ликвидируйте. Так деньги идут не по целевому назначению. А это, это связано очень опасными вещами, ядерными, радиоактивными и так далее. Всем до лампочки. Может быть, я что-то недопонимаю, друзья. Слушайте дальше. Ревизия выявила существенные и всеобъемлющие несоответствия, повлиявшие на осуществление мер по ликвидации реактора. Хотя варом получила бюджетных средств в размере свыше миллиона евро. 83% финансирования было потрачено на другие изначально незапланированные мероприятия, не связанные с ликвидацией. А куда же они были потрачены тогда? Кроссворд. Вот так вот, друзья. Крутьверть называется. Зашибись. Зашибись, неплохо. Даже на радиации, на этом, на ядерных... Ой-ой-ой-ой, друзья. Одно слово. Ядерные. Ядерный. Это что-то дает же, правильно, друзья? Наслышаны. С 1945 года. Хиросима Нагасаки, когда американцы в пух и прах. Да, два города мирных разнесли. Скажите, не по теме. Нет, по теме. Ну, а здесь, посмотрите, у нас здесь, пожалуйста, в центре, в центре нашей республики Латвии, Саласпилсе. Ну, будем считать центры. Что тут от риги совсем рукой подать? Рядышком, вот. Изначально ликвидацию ядерного реактора в Саласпилсе планировалось начать в 2015 году и завершить в течение пяти лет. Однако, к 2020 году ликвидация реактора так и не была начата. Буду комментировать все равно. Не могу. 2015 год. Что-то это говорит? Какие войны? Где какие войны были? На Украине никакой войны не было. Почему не начали? Раз уж вы начали ломать все. Ну, давайте, крушите. А, ну да, денежки выделили. Давайте. Вы сначала дербаните деньги. Ну, это я так вижу ситуацию, друзья. Да, да, да. До сих пор, смотрите. И завершить в течение пяти лет. Однако, в 2020 году ликвидация реактора так и не была начата. А где деньги? Вот так вот, друзья. В езде у нас запланированное на 2020 год проведение закупок и заключение договоров также не осуществилось. Еще добавлю. В 90-е годы кто пришел к власти? Те. Те. Дети, отцы, там сыновья, дочери, родственники и так далее, которые были где? Те, конечно, в коммунистической партии, в комсомольцы и так далее. Мне там некоторые пишут, что ты там привязался, да что это, что тебе коммунисты сделали плохого? Я, что я говорю? Я разве говорю, что-то плохого сделали? Да, я говорил про Сталина и так далее, про репрессии. А еще, скажите, этого не было. Вот, смотрите, начал про реактора. Во, во, звенья как одной цепи. Так вот, я не договорил про тех, кто к власти пришел. Ведь они же, комсомольские, партийные билеты куда? Припрятали и жгли, жгли, прям показывали, как они их там рвали и выкидывали. Так, они переоделись и сголодались. Ну, им же партия и правительство не разрешали воровать в больших количествах. Подчеркну, воровали раньше все, но не в таких объемах. Да-да-да-да. Ну, как воровали? Попробуй, укради. Тюрьма. А то и расстрел. А то и расстрел. Минимум 15 лет. 10-15 лет. А в особо крупные размеры начинались как со скольки рублей? А? С тысячи рублей. Или со скольки? Или с 500 рублей? Мне кажется, даже меньше. Поправьте меня, друзья. Стенки. Да. Да-да-да. Или он туда на лесоповал. Лесоповал, да. Так вот, сейчас... А сейчас кто? Потомки. Тех, которые пришли к власти. А некоторые еще до сих пор. Единицы. Очень совсем единицы, которые еще более-менее здраво мыслят. Да-да-да, я имел в виду, которые у руля побывали, да, и так далее. Но они же изголодались. А тут дармовщинка пришла. Давайте-ка дербанить, все хапать себе. Угу. Да. Друзья. Я говорю, а что говорить тогда о других сферах? Посмотрите. Вот больница Страданья. Ну что? Там же сейчас что? Муководство поменяли? Наказали якобы? Финансирование Европейского Союза. А? Слышали такое? Отказывают. Оказывается, там не 40 миллионов, а уже 70 с лишним миллионов. Ну как я говорю всегда. Им дает Евросоюз. Вот нам сюда дают. Им дают. Но не нам. Мы простые. Простой народ. Труженики. Трудяги. Которые исправно. Все платили налоги и так далее, то подобное. С нас выжимали все. Как положено. А они, посмотрите, на государственном обеспечении сидят и еще вот дают деньги, выделяют деньги. Евросоюз. Нате. Пожалуйста, развивайте все. Это демонтируете, в смысле здание там, ремонтируете то, 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 то. Все делаете. Они даже не могут ничего не освоить. Потому что они первым делом заняты воровством, прямо скажу, грабежом. Вот эти вот дербания, вот этих разворовываний денег. В первую очередь, ошибаюсь я. Или у нас нет специалистов, у нас умов нет, умных нету. Они не знают, что с ними делать, с этими миллионами. Ну что делать-то? Что? Звать пенсионеров, которые им строительством занимались? Может быть, я так вижу эту ситуацию? Или я ошибаюсь, друзья? Ну это же все, как я говорю, в звенье одной цепи. Почему? Раз уж вы, ладно. В Литве там этот реактор, атомную электростанцию, там все, то, все. Не надо ничего нам, ничего не надо. Оттуда не надо нам ничего. Мы будем, во, во, вот так вот крутить. Да. Электричество, я имею в виду. Ветровики ставить будем. Солнечные панели будем ставить. Оказалось уже, ой, до солнечных панелей дошли. Ага. Пять лет и все. И выкидывая эти панели. Ой-ой-ой, друзья, я говорю, за что не возьмись? Ну посмотрите, что вытворяется. Что творится? Запланирован на 2020 год проведение закупок. Закупок и заключение договоров также не осуществилось. И изначально ликвидацию ядер реактора в Саласпилсе планировалось, повторяю, начать в 2015 году и завершить в течение пяти лет. Однако к 2020 году ликвидация реактора так и не была начата. Запланирован на 2020 год проведение закупок и заключение договоров также не осуществилось. Везде так же, ничего не сделано, не осуществилось, не так далее и тому подобное. Ничего. А деньги где? Где деньги? Госконтроль заявляет, что три года подряд давал отрицательное заключение в связи с проведением мероприятий по ликвидации Саласпиловского ядерного реактора. Чтобы притворить в жизнь рекомендации государственного контроля и обеспечить надзор за ликвидацией реактора вплоть до ее окончания, в ВАРом создали специальную группу по надзору за ликвидацией ядерного реактора. Господи, друзья, группы создали на комиссии, подкомиссии, помощники. Вот посмотрите, крутикать какая идет, друзья. Я еще раз повторяю. Пришли к власти тогда кто? Да. Кто был там? Простой народ не мог прийти к власти. И от народа никто не мог прийти. Если бы кто-то, возможно, от народа и, так сказать, ну да, с опытом, а то они же, кто там сидел, те первые власти и дорвались, кто там же и сидел. Ну вспоминайте, друзья, вспоминайте. Так вот, они освободились от одного, ну, скажем, в кавычках, гнета такого, угнетения. Над ними же контроль был. Откуда? Ну, конечно же, с Москвы. Прямым текстом говорю. Ну, контроль. Ага. От контроля избавились. Они сами по себе. Все. Бери, не хочу. Грабили, грабили. Тащили, тащили. Все. Кругом подряд. Начиная от этого, от этих заводов. Не устану повторять. Потому что я с вальчиком отработал. Дербанили, дербанили этот металл. Все кругом. Все. Прихватизировали же. Они вообще задарма почти, можно сказать. Шкелы, помните? Помните. Да, да, да. Тут такой крутверть вась-вась был. Ой-ой-ой, друзья. Ну, вот. Какой контроль. Они до сих пор еще живут с 90-ми годами. А теперь управление идет откуда? Теперь уже не с Москвы. Уже с другого места идут. Вы догадаетесь, откуда? А им позволено все. Лишь бы только в угоду было тем. И все. Вот, друзья. И вот это крутверть, вот это безобразие будет продлеваться до тех пор, пока не поменяет всех там. За нескольких, за исключением не нескольких там человек. Может быть, десятка, два. Все. Остальных надо всех оттуда. Вон, поганой метлой. Всех буквально. Вы не ошибаетесь. Проскочила новость. Там все иметь до 10 процентов. Сокращать там все такое. Чушь это все, друзья. Это чушь. Это показывают людям для успокоения. Да. Но это новость отдельная, друзья. Ну, надеюсь, вы поняли, что я хотел вам донести. Вот я говорю, они оторвались до власти. И не зря я говорю, во всех сферах вот этот вот бардак. И воровство. Воровство, подчеркиваю, несколько раз. Жирными прям, вот такими вот жирными. Черточками. Это же ворюги на халюги. Жажда наживы, тяга к обогащению. У них еще с тех времен, с 90-х годов. Началось с конца 80-х. Но 80-х там еще все боялись, побаились. Потому что еще союз не распался. Но с 91-го года началось. Вот эта вот безнаказанность у них уже в крови. Уже второе или какое поколение, друзья, посчитайте. Ну, четвертый десяток лет уже. Вот так вот. Уже очередное поколение сидят там. Да, 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 да. Якобы руководят они страной. Якобы. Пожалуйста, я вам рассказал про новость про ядерный реактор в Саласпилсе, что уже три года как должен быть ликвидирован. Но он еще бы на месте. Почему? Раз уж вы начали его ликвидировать, а так и не ликвидировать. Это, повторяю, это ядерный реактор. Все, друзья, заканчиваю. Поставьте лайк под видео, друзья. Подпишитесь на наш канал. Поделитесь друзьями в социальных сетях. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Можно говорить до бесконечности вот на все это. Я говорю, за что ни возьмись непосредственно у нас. В Латвии вот такое вот творится. Да. Я вам четко изложил. Ну а что говорить, посмотрите. В Литве, в Эстонии. Как они уже от нас убежали. Убежали в прямом смысле. Оторвались от нас. Да, 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 да. Все, друзья. Как-нибудь поговорим еще. До свидания. Всем большое спасибо. До следующих видео.